всем привет это санья и сегодня мы будем говорить о популярности в казнете очень такая интересная тема сегодня у меня в гостях динара исабекова и сабина серикова девочки более-менее популярны в сети поэтому я думаю мы поговорим сегодня об этом кто как делает популярность какие методы есть правильно ли люди делают и если грань в общем давайте поговорим об этом да я думаю прикольный динара давай мы послушаем тебя как вообще вот в казнете в нашем да сделать себе популярность просто такой общий вопрос на самом деле сделать по популярным способов огромное количество но если говорить о том что необходимо это делать от начала человек должен задаться вопросом зачем ему это нужно и нужно ли это ему если он идет на это то он должен также быть готов к определенным скажем так последствиям это к тому что будет выливаться какой-то негатив к тому что он будет все равно выбирать там между чем-то чем-то но все все равно приходится чем-то жертвовать ну и в третьих в итоге наверное осознать нужно ли было это вообще ему потому что пройдя определенный путь он понимает что что-то потерял ну конечно что-то обрел но вопрос нужно ли это конечно вообще ясно вот а что нужно делать мы есть какие-то определенные шаги может вообще помню когда-то ежан раша да он писал о том как стать микроблогером микроуспешным дамит успешностью конечно я удивляюсь тем людям дайте что удивляюсь может быть даже сочувствовать тем людям которые считают себя успешными микроблогерами это знает очень печально если человек даже в до определенного возраста считает что если у него там три тысячи четыре тысячи фолловеров а него это какое-то достижение то это просто огромный а можно вмешать разговор мне кажется что самый верный способ это ходить на все мероприятия абсолютно на все неважно интересно тебе тема или нет главное светиться и фотографировать и побольше фотографий инстаграме и да и второй способ если это не помогает то в крайнем случае нужно контекстную рекламу запускать с собой на свой личный аккаунт это да да ты тоже помогает делают люди да я птицка даже баннерную можно обязательно без этого никак ну ладно давайте вот кроме шуток да все это конечно прикольно вот допустим сабина ты твоя популярность сети насколько я помню было еще как гора когда ну во времена ее вижу надо ты была в топе блогеров я тогда тебе было во времена не смысле вот тогда твоя популярность начала по крайней мере я я тебе узнала тогда ты была популярным блогером как ты к тогда к тогда к этому пришла дарти не запамятные времена кто ты вот как ты пришла к той популярности писала просто писала писала часто писала о том что мне интересно потом да правильно что было потому что какое-то время было затишье я потеряла интерес к этому тем более переехала в алмату работа и уже не так часто активно начала писать недавно возродила а вот вспомните вот был и времена вот ну два-три года назад да когда вот vision был более активным и когда там как раз нынешние звезды казна это только-только начинали свои блоги вести насколько сейчас ну вот раньше как можно было стать популярными сейчас как стать можно популярным чем у как как если отличие раньше же эти плюсики были плюсы и минусы топы другая система сейчас я веду не различию vision не системы а вот как раньше можно было стать популярным в казнете и как сейчас можно стать популярным казнете если разница и что есть потому что раньше как-то люди не было такого мейнстрима не было требования к тому что если у тебя там огромное количество там друзей если там ты популярен тебя приглашает везде то соответственно все ты здесь да раньше люди это делали просто и потому что было интересно потому что был какой-то вот дух дух того что вот он у нас подвигал на какие-то интересные вещи какие-то открытия и наверное на это стяжение приносили сейчас это стало необходимостью наверное мне кажется раньше да не не особо было монетизировано люди делали это искренне люди делали это искренне а сейчас делаю для того чтобы надо денег для там удержание того самого успеха для того чтобы чтобы тебя везде звали чтобы там тебя ретвители кто-то даже бывает выкладывать свои эти профи кида то что там столько ревитов у него же это достижение поэтому то есть разница конечно есть те люди которые сегодня хотят творить что-то они уже не делают то есть а маленький процент людей которые делают это искренне делают это для себя хорошо и вот тогда такой же вопрос как я собинился дала тебе как как твоя популярность пришла в казнете что ты для этого делала я до сих пор не считаю себя популярным я могу сказать что ты может быть не супер популярна популярна в определенных кругах казнете да и вот как ты к этому пришла что ты делала может случился какой-то вот именно наш пик когда ты прям поняла что действительно пошла какая-то популярность что-то произошло ну наверное не знаю когда люди стали как-то больше писать стало больше ну наверное отвечать мне писать мы стали кто больше общаться и тогда возможно ну вообще в принципе в интернете пришла относительно недавно 2010 году и потом мы поехали с самсоном безмятежным в рамках аттестирование 3gb-лайна в разные города то есть пять городов казахстана там познакомилась блогерам в том числе сабиной познакомился на горске и наверно до сих пор я просто моя аудитория на на круг общения именно интернет личности стало стало расширяться и все и там возможно так но сказать что я делаю что-то для того чтобы стать популярной нет с того момента как ты работаешь в объект систем с у тебя популярность как-то выросла в казнете ты можешь это сказать оценить нет я не скажу что это прям популярность красиво да узнаваемость возможно лишь увеличился круг аудитории который пусть узнает некоторые знают я с кем мы работаем вместе с кем сотрудничаем и возможно да и с тех пор как я допустим видеоблокс вы только начала вести возможно тоже до увеличилась аудитория но популярность не того что все что такое круто это так также грязь и говно тоже на меня льется вот как вы думаете как надо бороться с этим ну как бы троллинг да вот этот грязь это другая сторона популярности да вы наверняка с этим сталкиваетесь так вот бороться с этим сабина как ты думаешь троллить в ответ или не обращать внимание если уже конкретно оскорбление идут у меня допустим когда матерятся я не удаляю комментарии как правило не обращаю внимание это личное мнение каждого у меня потому что в постах могут написать вау отлично супер плюс один иногда пишет банальщина но это его мнение лично почему им должна доказать если на его взгляд это банальщина значит но его банальщина это в принципе адекватный комментарий да а если вы прям тролль троллят себя по черному стебут смысле раньше честно скажу что я в ответ писала тоже такие длинные комментарии потом просто поняла что мое время дороже чем ты сейчас получается у тебя тактика ты просто не обращаешь внимание да да одинара ты вообще как я работаю со специалистом есть определенный механизм механизм скажем так работы с троллями то есть это тоже есть лично допустим касательно меня бывает что то есть откровенной матой и поэтому я всегда удаляю тебе комментарии потому что тысячи по-иному не может выразить свое негативное отношение не дать конструктивную политику и если все на что может но все что человек способен это просто нецензурная брань то я просто удаляю это потому что я не считаю это его не считаю его мнение то есть я не считаю что это прям на самом деле очень важно и так далее вообще ну самые наверное огромные огромный совет людям это не обращать внимание потому что на самом деле человек который казалось бы троллит это может быть закомплексованные не за ничего не представляющие из себя девушка или парень просто для того чтобы просто для того чтобы это самоутвердиться и сказать о том что вот я могу это делать то есть там троллить или материться или негативить только ради этого что-то пишет он ну не а если человек который действительно достиг чего-то и он может сказать да там посоветовать что-то дать конструктивные претики вот это от 10 здесь не так и вот это я считаю не да или наличку даже многие пишут о том что там вот эта вот эта круга но вот это нет к сожалению или я все еще раз да это не могу подожить то это совсем другое поэтому слушаться к таким мнением и комментарии нужно давайте вернемся популярности в казнейте вот вы сейчас можете сказать кто вот у нас в казнете популярные личности самые популярные личности в казнете так сразу кто в голову приходит марат шабутов марат шабутов вы как на викторине по один это будут одни и те же лица в принципе если вот я просто вопрос к чему дала как эти люди пришли популярности и считаете ли вы что их методы и слушать примера допустим возьмем алишер и кипая как человек пришел популярности может быть у него спросить не ну если вы же видите вы довольно-таки лично мое мнение по моему что он что марат шабутов что другие блоги они даже не считаются блогерами они известны больше как специалисты своей сфере и поэтому популярность в интернете она напрямую связана с популярностью в он в оффлайне есть понятие как сказать да есть скажем так естественная популярность то есть человек все равно делает то что делает делает это хорошо и рано или поздно все равно результаты и плоды они они уже все они дали шире или байф и марат шабутов они популярны в интернете просто потому что они очень хорошие популярные пиарщик а другой популярный политолог они очень хорошие спецы именно своих отраслях а вот у нас есть казнете не знают люди которые ничего из себя не представляют взращенный популярность а вот я хочу об этом что вы думаете об этом то есть не за может быть он популярен своими твитами да они отходят на мероприятия рекламу запускают они наверное тестируются подряд любая популярность какая его не было естественно или искусственно искусственно вращена это требует усилий это ежедневный труд в любом случае и если люди хотят быть популярными то соответственно они в любом случае они должны тратить определенное время для формирования своего имиджа и или допустим оборот если льется негатив то соответственно переживать это тоже затраты требует определенных наверно мероприятий для того чтобы там хороший проект ну не проекта хороший человек например хорошего вот такого четкого успеха да вот кто добился популярности прям вы видели что из ничего человек стал кем-то но я не видела либо его кого-то что человек аиде дусаев это такой пример что человек на самом деле видно что он там человек уже достиг чего-то в жизни то есть человек который может не за разговаривать с толпой раз с какой-то аудитории в реальной жизни и соответственно там он несет скажем так это в онлайн есть яркий пример считаю она таких таких людей можно перечитать то есть сперва человек оффлайне чего-то добивается потом приходит в интернет и показывает свои как бы я считаю что необходимо сначала в реальной жизни стать на ноги и уметь нормально ходить потому что ходить в онлайне это это мне кажется это конечно может для кого-то нелегко но в целом он может ходить онлайн если его работа целиком и полностью связана с этим онлайном он стал специалистом пусть тем же смм например жанна порошкевич хотя она принципе и оффлайне тоже достаточно популярны она себя позиционирует именно так то сейчас она уже делится каким-то опытом она несет пользу то есть если но мы вернемся кто теме то есть раньше какие были блогеры и сейчас раньше требования были не такие жесткие то есть популярным акта человек который писал каждый день о том как он проснулся там почистил зубы то есть вы старые записи читать такие милые смешные их не удаляю это мое прошлое на самом деле да сейчас уже стараешься чтобы какие-то были осмысленные посты чтобы они нанесли какую-то пользу чтобы они были интересны не только мне но и окружающим я заметила такую тенденцию сейчас вот какое-то время вот полгода назад дали на самом деле люди утра блогеры перестали писать а сейчас этого поза возобновляется да тот же как бы ювижен многие старые авторы начали писать на гонзу сейчас как бы активность высокая я замечаю такую тенденцию что он сильно сейчас люди не пишут личного да много то есть никто не напишет о каких-то своих внутренних переживаниях а то вот как провел день а люди пишут о каких-то там тестированиях 4g выступление какого-то концерта не знаю о рекламе то есть ну если никто не вот не пишет лично может быть и не пишет просто она главную не попадает и не все это видят там 50 просмотров твои друзья прочитают не в этом просто на сегодняшний день наверное искренне сискорность личная именно касательно то что касается личной жизни она стала уже не актуальна она не так востребована как то же самое там профессиональное тоже самое джинса то же самое там попса и там за сиськи они всегда были актуальны но как-то личное то что человек выражает свое личное мнение и вот эти вот внутренние переживания человека они на сегодняшний день теряется вот в этой вот бездне попсы без него мейнстрима и ну соответственно это не актуально и мало кто будет читать даже то что на главную выходит человек который там пишет там какие-то переживания секс до брака или измена любимого человека веру такой выходит я помню сама эти 300 просмотров за интервью с каким-то артистом мы этим соответственно набирает больше просмотров или какой-то скандал и страсть набирает больше просмотров но потому что человека все равно тянет на негативное чем позитивные какие-то такие вот переживания не знаю раньше люди не знаю старались как-то не знаю раньше все были психологи на сегодняшний день на сегодня то есть на сегодняшний день они больше больше такие вот специалисты еще критиков очень много сейчас популярные посты это именно там где есть какая-то критика это эти посты не всегда будут набирать очень много просмотров смотрите вот сейчас как раз не очень актуальная тема продажные блогеры да вот как раз раз мы подошли к этому даже вот фраза продажные блогеры я сколько замечают блогеры они не блогеры это продажные микроблогеры на самом деле это дело писать продажные посты большие но у нас их особо никто и не пишет я не заметила чтобы писали большие посты сейчас продажные твиты я бы сказала нет посты тоже пишут ноги я просто может быть не так их замечаю может быть они очень хорошо пишут и Возможно, конечно, но я не знаю. То есть как вы думаете вообще по поводу продажных блогеров? Я считаю, что это дело каждого. Мы не можем осуждать. То есть, понимаешь, здесь не сам факт того, что человек получает этот труд. Он написал 140 символов, затратил какое-то время, получил деньги. Вопрос, как он это продвигает. То есть если он открыто позиционирует, что он не участвует ни в каких благотворительных акциях, потому что не хочет, чтобы благодаря его ими пиарились, или, допустим, требует вознаграждения за 2 часа своего времени, прийти, потратить, в блок-туре каком-то поучаствовать, в принципе, интересном, то я считаю, что это не совсем красиво. Вообще, я все время у всех пытаюсь узнать. Я просто не знаю, сколько получают фрилансеры. Я просто знаю, да, я работаю в Чесноке, я знаю, сколько я зарабатываю, сколько зарабатывают мои коллеги, да, даже коллеги по цеху примерно подозревают. Сколько зарабатывают фрилансеры за определенную рекламную кампанию? Вот можно тебе сказать? Я все спрашиваю, никто никогда не знает. Ну, по-разному. Ну, в среднем. Может, слышали у кого-нибудь. Мне, допустим, даже некоторые звонили, говорят, вот у нас есть то-то-то, буквально недавно, там тоже на компании, и говорят, вы можете написать об этом, ну, там, ролик, что ли, про что-то там, я говорю, окей, без проблем. Так, ваша цена? Я говорю, бесплатно. Почему? Ну, если мне на самом деле это интересно, почему его нет? С другой стороны, я не скажу, что, там, продажи этого продукта возрастут много раз, или специально придут, и так далее, я не могу гарантировать, что это, поэтому зачем? Тем более, если интересно, то есть... Они сами не предлагали определенную сумму? Нет, они говорили, то есть ты говоришь им да, или да, нет, или возможно, и так далее. То есть, ну, есть такие, есть такие, которые говорят, там, вот так-то, так-то, и говорю, сори, извини, но я не хочу еще раз, не знаю, тратить свое время на эту фигню из-за каких-то там еще чего-то, и вообще то, что это вообще не стоит того. Поэтому, мне кажется, все индивидуально, и все обсуждает. Нет, все равно наверняка есть какая-то средняя рыночная стоимость. Ну, минималка, я думаю, там, тысяч 10, максималка, наверное. За пост, за твит и так далее. Сейчас твит тоже более актуалнее. Не, на самом деле, я считаю, актуалнее намного по соцсетям раскидать, да, расширить по соцсетям, нежели там писать огромный пост, или там маленький пост, но мало кто посмотрит и так далее. Я думаю, от 10 тысяч тенге или заканчивая, там, ну, 3 тысячи долларов, возможно. Ясно. Все индивидуально. Так, что-то я хотела спросить. Однажды обращалась к блогеру, не сказать, что известный, в принципе, предлагали мне за 2 часа времени 200 долларов. Ну, я намекнула, что сори. В смысле? В смысле? В смысле, он запросил 200 долларов за 2 часа своего времени? Да. Что ты собиралась с ним делать за 2 часа? Ничего обычного, просто показать этот центр. И все остальные ребята пришли бесплатно, посмотрели. А, в блок-клуб. Да, им это было интересно. Я же не заставляла тех, кому это неинтересно. Я смотрела по контенту, чтобы по тематике подходило или личный какой-то интерес был. И люди пришли, потратили эти 2 часа и ничего не попросили. Ну, вы кружки подарили, я помню. Да, мы подкупили кружки. Вот, а что вы думаете по поводу, я сейчас замечаю, очень много разговоров идёт в интернете по поводу таких вот псевдозвёзд, ну, не то чтобы звёзд, а именно вот зазвездившихся людей, как знаете. На самом деле они есть, это нельзя отрицать, да, там набрали себе тысячу или там две тысячи читателей и зазвездились, да, и насколько вообще это оправдано, я не знаю, либо, может быть, вы знаете таких людей. Сейчас уже тысячи никого не удивишь. Ну ладно, две тысячи. Звёздная болезнь, на первую очередь, это уже звезда. Нет, звёздная болезнь, на первую очередь, это психологический аспект. И если человек считает себя такой-то звездой, значит, он считает, что на то есть основание, либо определённая аудитория говорит ему о том, что да, это звезда. Потому что в реале, на самом деле, там, артистом делает кто-то, аудитория, публика, народ. И поэтому, если он считает там себя таким прям крутым и так далее, если он там заболел звёздной болезнью, значит, это надо лечиться. Это болезнь. Да, ещё, если касается там реальных звёзд, как мы называем, да, отечественных, так вот, я считаю, что многим артистам, там, продюсерам, актёрам, вообще творческим личностям, многим известным, вообще нельзя приходить ни в Твиттер, ни в Фейсбук, ни ВКонтакте, не ввести что-либо ещё, то есть, прежде чем идти, нужно думать головой, нужно тоже продумать концепцию, и, наверное, самое главное, пройти, наверное, краткий курс обучения, как работать, как писать людям, как отвечать вообще с людьми. Как работать с соцсетями. Да, вот это вот самое важное. Им просто нужно остаться у себя популярными на Хит-ТВ и там сидеть, и там свою аудиторию держать. Просто, я не знаю, но, наверное, своё мировоззрение как-то нужно фильтровать и не писать всякую херню, а ведь люди это читают, там, те люди, которые только так и пришли, или там люди, с не сформировавшись психическим развитием, там, 15-16 лет, они просто увидят, ой, артист написал, значит, что, вот так и есть. Ну да, просто, допустим, эти артисты, которые популярны, допустим, своим пением, да, либо своей игрой в кино, они для людей останутся именно идеальными в этом плане. И когда в Твиттер раскрывают человека как личность, правильно? И что, начнёт писать, ой, как вы меня все там заебали, да, там, естественно, у человека, может быть, у кого-то, ой, господи, такой актёр, а такие маты пишут. Естественно, в Твиттере вообще очень сложно скрыть свою глупость. Даже если хочешь казаться умным, но таковым не являешься, будешь просто цитаты воровать, там, умные какие-то вещи, а потом всё равно, как правило, в спорах, в дискуссиях этот интеллект просвечивает весь. Точнее, вот сутки. Ну, смотрите, давайте сейчас тогда подытожим, что люди должны делать, чтобы стать микро-знаменитыми в нашем микро-казнете. У нас всё равно казнете маленький, да? В первую очередь, давайте, нужно, самое первое, о чём мы говорили? Если серьёзно, то хорошо писать и твиты, и посты. Нет, самая первая очередь, чтобы это быть умным, честность. Честность. Ну и так далее. В общем, умным, честным быть самим собой, да? И самое главное, понимать, зачем тебе нужна популярность, нужна ли она тебе, эта популярность, да? Представлять из себя что-то вне интернета. А не казаться, потому что некоторые... Кажутся. Да, делать, если ты популярен в чём-то, быть реально специалистом этого дела, да? То есть это серьёзно. А не просто цитаты из книжек и делать вид, что ты якобы их прочитал. Или читать книги, которые советуют популярные люди. Вот он прочитал, значит, ну, это что-то интересное. Имитировать интерес к тем книгам, которые тебе абсолютно не нужны. Вот, а если не серьёзно, чтобы стать популярным, не серьёзно, не серьёзно. Имитировать интерес ко всему, что происходит, ко всему актуальному. Имитировать любовь ко всему и всем. Да. Обязательно. Повторюсь ещё раз. Ходить на все мероприятия. Абсолютно на все. Ходить на все мероприятия обязательно. На всем. Надо, не нравится, не нравится. И фотографироваться, чтобы из-за тебя запечатлили. Фотографироваться, чтобы потом на фейсбуке выложили. Да. Отметить всех людей. Да, отметить всех. Потом, ну, можно контекстку, планерную рекламу, да, на себя подавать. Да, на себя. Просить, выводить на главную, просить людей. Никнейм. Нужно придумать очень яркий никнейм обязательно. А, это очень важный процесс. Да. Причём, чтобы… Нет, чтобы там прилагательное какое-нибудь было, и оно характеризовало человека. Ну, там, великолепный. Или крутой, классный, умный. Дальше. На английском супер, да, будет. Что ещё нужно? Выкладывать луки. Ну, фотографии, по сути. Да. Нет, свои луки выкладывать ежедневно. Мне кажется, это круто. Нет, ну, это для людей, которые больше привержены фэшн. Тогда можно. Да, мы же сейчас для общих массов. Что ещё нужно, чтобы это популярно? Писать на вот лободневные темы, просить за эти деньги обязательно, да? Продаваться какого-нибудь чаще и больше. Продаваться всем. Да? Что ещё? Комментировать события в стране. Так ужасно продаваться всем. Политические события все, даже если не разбираешься. Не только политические, говорю, все любые актуальные. И самое главное – сожалеть, сочувствовать, соболезновать, поздравлять. Всё, всё, вот на показ. Это это самое. А, на показ надо делать всё это обязательно. Не надо там демки, не надо там позвонить, личку сообщить. На показ. В общую ленту обязательно. Да. Ничего не скрывать. Будь всегда на виду. Ты же публичная личность. А ещё, мне кажется, можно накручивать фолловеров. Вы что, не забыли? Покупать. Нет, ты публичная. Надо накручивать фолловеров. Обязательно. Без этого никак. Так. Это, конечно, обязательно. Вот это ужасно. Ясно. Ладно, давайте. Без этого никак. Мы посидим уже тут всякую чушь несем. Ладно, девчонки, спасибо, что мы обсудили популярность в Казнете. И все тролли уже. Я вижу эти комментарии, как все пишут. Да ладно. Вы кто такие? Давайте, до свидания. Ну, вы можете, давайте вы что-нибудь пожелайте начинающим, и не только начинающим пользователям Казнета. Может быть, ну вот, чтобы стать популярным, ну что-нибудь пожелайте от души. Будьте собой, идите по своему пути. Если кто-то стал популярным таким способом, не факт, что этот способ вам поможет. Поэтому просто выберите свою дорогу. Динара? В первую очередь быть искренним самим собой. Потому что неважно, читаешь ты этого человека, не читаешь, но если ты в жизни его уважаешь, это останется навсегда. Потому что у тебя интернет отключат, и все этого не будет. Поэтому действительно быть искренним, делать что-то, в первую очередь, если нравится тебе. Если совсем не нравится, то бывает там по работе что-то, как-то, но хотя бы стремиться к тому, чтобы это приносило наименьший вред. И любить людей, наверное, и помогать им. Вот это самое важное. Потому что я в последнее время замечаю, что нет такого понятия, как там поставить плечо, помочь человеку. Вот это в наше время… Дело на самом деле. В наше время вообще это, в принципе, уже там превращается в архаизм, то он в сети тем более. Помогать людям, стараться, оставаться все-таки человеком, это самое главное. И все-таки больше оффлайна, нежели онлайн. Все, пис. Ладно, давайте всем пока, пис. Давайте сделаем вот так. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова